Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Алмазная Мозаика США. Ну и хотела бы сегодня вам показать свой хомячий запас алмазок и не только так, что если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну, думаю, что половину картины вы уже видели, потому что у меня некоторые картины уже год-два-три, наверное, хранятся, никак я их не выложу. Ну что, давайте, наверное, начнем вот с этого набора. Я его показывала, распаковку его показывала в своем предыдущем видео. Это такой триптих, который состоит из трех панелей. А вот, как вы видите, он выкладывается, три панели, и вешается. В принципе, он уже натянут на рамку. Или, наверное, лучше сказать, на подрамник. Это первый набор. В следующем у меня есть маленькие такие наборчики, которые я покупала еще в том году. Например, вот этот набор и это украшение на елку. Вот в виде таких кэнди кейн. Да, я не знаю просто, как это по-русски называется. Конфеток, да, палочек. А вот эти две-два набора – это открытки. Также выкладываются частично. Ну и если вы следите за моим каналом, вы наверняка видели эти открытки в прошлом году. Я их даже не открывала. Вот они со спецстразами. Потом у меня также есть несколько наборов от Make Market. Например, вот эта лошадь. Вот ее я купила, наверное, год-два назад. Наверняка вы ее знаете. 40 на 50 сантиметров. Полная выкладка круглыми стразами. Это у меня красавица-сова. Это также полная выкладка круглыми стразами. И это от американского бренда Diamond Art Club, D.A.C. Также Make Market, вот этот камин, никак я не дойду до него. Мне он очень нравится, но никак не смогу сесть и выложить. 40 на 50 сантиметров. Следующий также набор от Make Market. Купила я его недавно, распаковывала. Если хотите, посмотрите. Ну, а он мне ассоциируется с одним благодарением. Это такой очень, так сказать, осенний, да, набор. Очень красивый. Также он в полной выкладке идет 40 на 50 сантиметров. Ну, и это также Santa Claus. Купила я его то ли год, то ли два назад. Также Рокки никак не доходит его выложить. 40 на 50 сантиметров. Круглые стразы. В принципе, везде практически у меня в Make Market круглые стразы. Следующий набор это от Moswe. Называется Вестницы зимы. Вот такая вот красота. Квадратные стразы. 40 на 50 сантиметров. Полная выкладка стразами квадратными. Не знаю, акрил там или смола. Посмотрим, когда я начну ее выкладывать. А, между прочим, посмотрите. Вот еще вот маленький наборчик. Я что-то его не заметила. Это тоже елочка. И это у нас, как вы видите... Мы, наверное, уже выложили с моей... Дочкой. Это вот такие вот красивые открыточки. Также от Make Market в том году я их купила. И вот несколько из этих мы выложили. А те даже еще не открывали. Еще один интересный наборчик у меня есть от Riolis. Честно говоря, если бы я сейчас не полезла бы вытаскивать вот все свои запасы, я бы вообще о нем и не вспомнила. Я даже не помню, когда мне его привезли. Скорее всего, мама из России привезла. Но такой он очень примитивненький. И там вот такая вот конвейер. Я даже, честно говоря, не знаю, распаковывала я его или нет. Квадратными стразами он выкладывается. Ничего такого сверхкрутого, сверхъестественного в нем нет. Ну и да, я, наверное, его даже не распаковывала. И вот квадратные стразы с пинцетом. Ну, может быть, дочки своей дам, пусть тренируются на квадратах. Она квадратными никогда не выкладывала. Также, если мы с вами говорим вот таких вот, вот таких маленьких наборов, оказывается, у меня есть вот этот вот от Wizardy, называется «Зимний домик». Как раз Оля, моя подписчица, она приехала недавно в Соединенные Штаты, и она меня спрашивала насчет вот этих вот наборов, и она хотела купить. Оль, ну вот, чтобы вам, да, наглядно было. У меня до него руки так и не дошли, потому что я не понимаю, в чем проблема была наклеить самим липкий слой. У меня руки, прошу прощения, из заднего места растут. Я не могу клеить аккуратненько и ровненько. Я даже не понимаю, как клеить, так что ли? То есть этот липкий слой, я так понимаю, вот тут, его надо как-то умудриться самим наклеить сюда, и потом как-то выкладывать. Ну и вот он приходит со стразами. Так что, если кто-то из вас думает, решайте. Я не понимаю, почему мы должны делать работу производителя и клеить липкий слой на игрушки сами. Почему-то у того же мейк-маркета такой проблемы нет. Здесь уже игрушки, да, новогодние, рождественские, идут уже с наклеенным липким слоем. Ну а вот этот сам домик. Следующий у нас идет Мосфа. На подрамнике опять я делала распаковку. Если хотите, посмотрите. Вот такой вот красивый котик. Он называется, по-моему, пушистый прокатник или что-то в этом роде. А еще у меня вот такой вот наборчик лежит. Честно говоря, я не знаю, буду ли вообще его выкладывать, потому что я его покупала с Алиэкспресса. Как вы знаете, на Алиэкспрессе никто проработкой не занимается. И, честно говоря, я думаю, что вот как вы видите его сейчас, так он и получится готовым. Поэтому я не хочу, честно говоря, время тратить на него. Может быть, кому-нибудь отдам. Не знаю. В общем, вот такая вот, не пойми что. Вот это то, как он должен получиться. Но, опять-таки, я сомневаюсь. Так, еще что я хотела показать в моих запасах. Есть вышибка бисером, который я купила, ой, не знаю, уже сколько лет назад, еще до войны, от украино-российской компании волшебство или колдовство бисера. Вот такую вот шоколадную ночь. Набор 70 на 50 сантиметров. Это очень много, 59 цветов. Вот автор Светлана Савчина. Это вот схема. Вот бисер. Вот тоже схема. Ну, а это вот черно-белая схема с конвой. Тут очень много страниц. Опять-таки, если вам интересно, я делала распаковку на этот набор. Я вышивала несколько картинок колдовства или волшебства бисера, не помню как точно. И мне очень понравился финальный результат. Так, вот это все мои запасы. Теперь я хочу показать, над чем я работаю сейчас. Так, ну, сейчас я работаю вот над этой красотой. Называется домик в деревне или утренний домик. Слушайте, я уже забыла, как он называется. А я не совсем много сделала. Честно говоря, стразы так себе. Чувствуется, что абсолютно отличаются от вот от этой картины. Мосса, посмотрите, да, как она переливается. По качеству абсолютно другие. Не знаю, здесь акрил или смола. Когда я на сайте читала описание, там было написано, что это акрил. Ну, кто знает. Но стразы были очень хорошего качества, даже если это был акрил. Ну, а что касается этой работы, ну, вы сами видите, блеска нет такого шикарного, как в той же сове. Да, и сова под стеклом еще. Вы видите блеск. Но проработка вроде бы неплохая. Уже гуся очень хорошо видно, а сам набор 30 на 40 сантиметров. Это очень мало. Это очень маленький размер, но при этом, как вы видите, детализация неплохая. Да, так что так. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Если вам кому-то интересно посмотреть более детальный обзор распаковки какой-то определенной картины, они у меня все есть на канале. А можете загуглить, да, в search, в поисковике, да, забить имя, название набора, и там выйдет видеообзор. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно посмотреть мои хомячьи запасы. Их не так уж и много. И счастливо!